Давайте пригласим Стефана Машкевича. У нас включение, я даже не знаю откуда, на последнем чеке Стефан говорил, я не знаю, то ли из Нью-Йорка буду вещать, то ли из Киева. Стефан сейчас нам расскажет точно, Стефан, вы где рассказываете, в Киеве или в Нью-Йорке? Добрый день, меня слышно? Да. Да, я сегодня для разнообразия в Киеве. Вот так вот, два киевских эфира подряд получаются. Да, так что из Киева мы и не ушли. Перелет прошел нормально, спасибо. Скажу больше, несмотря на то, что сейчас у нас эпоха этой самой пандемии, а вот рейс Амстердам-Киев, в котором я летел, был переполнен. Не просто полный, он был переполнен. Понятно. У вас очень интересная тема, документы белого движения в архивах Соединенных Штатов Америки. Это очень тесно связано с югом России, с казачеством в том числе. Поэтому будем вас слушать, приступайте. Да, спасибо. Прежде всего, я очень рад этой возможности опять быть здесь. Хотя здесь это такое несколько виртуализированное понятие. Но вне зависимости от географии люди частично те же, частично новые. И все это, безусловно, очень интересно, как и было в прошлые разы. И чтобы вот эта последняя фраза не прозвучала банальным дежурным комплиментом, я скажу, что в отношении меня самого прошлая, вот предыдущая лекция Александра Анищука-Красовского была просто о моих предках. Потому что мои предки – это вот те самые польские шляхтички, которым не подтвердили дворянство. Украинский конец этой истории я уже исследовал, а польский мне еще предстоит исследовать. Кроме того, после лекции Алексея Кислицына я зашел на один из сайтов, которые он показывал, и сходу нашел там свою родственницу, о которой понятия не имел, родственницу из XIX века. Опять-таки мне еще теперь предстоит выяснить, кто она мне. Так что вот практические результаты, прямо, как говорится, не отходя от кассы и еще не заканчивая фестиваль. Теперь, собственно, к моей теме. Да, буквально два слова о себе. Для тех, кто меня не знает или может быть забыл с прошлых разов. Я не профессиональный генеалог, но я активно занимаюсь исследованием истории Киева и, в частности, исследованием биографии и немножко генеалогии всяких известных и не всегда известных личностей в Киеве, ну и, собственно, своей семьи. Так что, если кому, кого надо найти в Киеве или окрестностях, пишите, где искать, я, в общем, более или менее представляю себе. Но сегодняшняя моя тема не о Киеве, а о документах белого движения в архивах Соединенных Штатов. Понятно, что если мы говорим о юге России 100-летней давности, то мы не можем так или иначе не зацепить белое движение. Это самое движение на юге России, если неформально зародилось, то, по крайней мере, получило развитие, стало тем белым движением, которое мы знаем. И Белая гвардия, как ее неформально называют, официально называлась Вооруженные силы Юга России. Точнее говоря, Белая гвардия – это понятие шире, чем Вооруженные силы Юга России, но, так сказать, основное ядро этой самой Белой гвардии было именно на юге России. Поэтому Юг России без белого движения, что называется, не мысленно. Почему в архивах США? Откуда и где в США документы по белому движению? Откуда понять вполне легко. Хорошо известно, что значительная часть деятелей белого движения, чем, так сказать, выше рангом, тем больше вероятности, в 1919-2020 годах уехала в эмиграцию, кто из Новороссийска, кто из Крыма, и, соответственно, осели на Западе. Многие из этих деятелей до Соединенных Штатов не доехали, но их документы все-таки оказались там. Говоря об этих деятелях, мы прежде всего говорим о Петре Врангеле, главнокомандующем русской армии в последний период белого движения. Ну, а некоторые из выдающихся деятелей, прежде всего генерал Деникин, оказался непосредственно в США. Деникин в США и умер. Надо сказать, что американские архивы вообще проводили и, может быть, и до сих пор проводят достаточно такую агрессивную политику, агрессивную в хорошем смысле слова, по скупке всяческих исторических материалов, которые непосредственно к истории США даже и не имеют отношения. Вот, в частности, результатом этой политики и стало то, что в американских архивах есть очень значительные и важные документы по истории белого движения. Нам наиболее интересны в этом отношении два архива. Это Гуверовский архив, который организационно является частью Стэнфордского университета в Талифорнии. В этом Гуверовском архиве находится, прежде всего, коллекция Врангеля и Бахметьевский архив при Колумбийском университете в Нью-Йорке, где находятся, в частности, коллекции Антона Деникина и Петра Махрова, известного деятеля белого движения. На самом деле, эти три коллекции, которые я только и буду рассматривать, это не капля в море, но если говорить количественно, то это небольшая часть всего, что есть в Соединенных Штатах. Эти просто наиболее, скажем так, значительные. Гуверовский архив в Стэнфордском университете – это крупнейшее в Соединенных Штатах собрание русских эмигрантских материалов, не только по истории белого движения, а и вообще. Архив этот был основан в 1919 году Гербертом Гувером, тем самым, который был президентом США во время Великой Депрессии, и, соответственно, назван его именем. Организационно, как я уже сказал, этот архив – это часть Стэнфордского университета. Организация называется Гуверовский институт, и в этом институте есть библиотека и архив. Вот это довольно известное с архитектурной точки зрения здание, называется Гувер Тауэр, Гуверовская башня, и где-то вот здесь, в ее подножии, как раз и лежат архивы, которые нас интересуют. Что в этом Гуверовском архиве есть из того, что нас интересует? Коллекция этого архива началась с документов, касающихся конца последнего периода Первой мировой войны, Парижской мирной конференции, которая подвела итоги Первой мировой войны, Американской администрации помощи голодающим. Ну а дальше, как говорится, пошло-поехало, и собралось к настоящему моменту приблизительно 50 миллионов документов, которые содержатся в 6 тысячах коллекций. Коллекция в наших терминах – это приблизительно то же самое, что фонд. В американских архивах немножко другая номенклатура, мы этого чуть позже еще коснемся, и вот они разбиты на коллекции. Конечно, далеко не все эти 50 миллионов документов, не то что по истории Белого движения, они даже далеко не все о России. Там есть много вещей из других стран. Но останавливаясь на том, что интересует нас, отметим прежде всего коллекцию Петра Врангеля, о которой мы сейчас поговорим подробнее. Ну и просто для общей ориентации, буквально пунктиром о том, что там есть еще, есть коллекция, скажем, Николая Головина, генерала-лейтенанта, деятеля Белого движения, военного историка, который специально занимался историей Белого движения, коллекция Юрия Лодыжинского, который тоже, как говорится, приложил руку к истории Белого движения. Очень важная коллекция Бориса Николаевского, который одно время был директором этого самого Гугаровского архива и который собрал очень много материалов, касающихся истории Белого движения, в основном мемуарного характера. Но нужно чем-то ограничиваться, поэтому об этой коллекции мы сегодня подробно говорить не будем. Был еще такой деятель Александр Черечукин, чья коллекция представлена в этом архиве. Ну и опять-таки, повторяю, это, если не капля в море, то, во всяком случае, по именам, это только малая доля того, что там есть. Итак, коллекция Петра Врангеля, последнего главнокомандующего русской Белой армии. Тот самый Черный барон, о котором поется в песне «Белая армия, Черный барон» снова готовит нам царский трон. Хотя это неправда, «Белое движение» не готовило царский трон, как таковой разговор. Коллекция Врангеля охватывает документы временного периода с 1916 по 1929 год и составляет 176 коробок. Что такое коробка, я покажу чуть позже, а также 59 карт. В американских архивах принято измерять количество документов в футах, ну или то, что нам привычнее, в метрах. Имеется в виду толщина документов, если бы их положить друг на друга. Точнее, наверное, толщина коробок, а коробки все-таки не полны документы, поэтому это чуть-чуть преувеличено. Тем не менее, объем коллекции Врангеля составляет 27,5 линейных метров. То есть, комната несколько раз вдоль. Эта коллекция была впервые организована уже упоминавшимся Николаем Головиным в 1927 году. После этого немножко пополнялась, была упорядочена, приведена в порядок и теперь любой желающий может ею воспользоваться. Действительно, любой желающий, там никаких ограничений по доступу нет. Просто приезжайте, если хотите, говорите, что вас интересует то, то, то и то. Эта коллекция представляет собой набор из 11 официальных архивов различных русских правительственных и военных организаций периода Первой мировой, Гражданской войны и Белой эмиграции. Что это за организации, чтобы получить представление? Вот их неполный список. Русский экспедиционный корпус во Франции, штаб добровольческой армии, штаб главнокомандующему вооруженными силами Юга России, некоторые эмигрантские организации, штаб главнокомандующего русской армии, то есть, собственно говоря, Врангеля. Поскольку Врангель был последним начальником Белой армии, то фактически, скажем так, в нулевом приближении весь официальный архив Белого движения он с собой из Крыма и увез. Ну а потом уже этот архив оказался в Соединенных Штабах. К описи этой коллекции есть очень простой онлайн доступ, она выложена на сайте архива, и опять-таки любой желающий может, не выходя из дома, ознакомиться с тем, что там есть. Вот здесь же в описи мы видим принцип организации перечисления архивных документов. Вместо привычного нам фонд, опись, дело, лист, здесь коллекция, коробка, бокс и папка, фолдер, то есть, внутри коробок папки, а уже внутри папок документы никак не пронумерованы. Здесь вы видите очень маленький фрагмент онлайн-описи с описанием того, чего там есть. То есть, разведывательная секция азбука, украинский сепаратизм, как они называли, ситуация в Киеве, в предскоропадском Петлюре и большевиках, протест университета святого Владимира и так далее и тому подобное. Понятно, что непосредственно генеалогической информации в этой коллекции нет, ну, скажем, метрическим книгам или там исповедным росписям там взяться просто физически ниоткуда, но информация, скажем, биографического характера все-таки попадается, хотя, опять-таки, ее там не очень много, но она есть. Один пример такого рода информации, причем вот конкретно вот этот кадр доступен онлайн, не надо ехать в архив, можно просто зайти и посмотреть. Это некий список штаба Константиновского военного училища, которое продолжило свое функционирование, в условном смысле, в Болгарии после эмиграции. Здесь в списке, как вы видите, есть фамилии, поэтому, если чьи-то предки, ну, вряд ли прямые предки, конечно, если какие-то эмигрировали, ну, скажем, родственники предков, если каким-то образом были участниками белого движения и эмигрантами, то потенциально в этих списках вы их можете найти. Теперь перемещаемся из Калифорнии на противоположное побережье американского континента, с западного на восточное, в Нью-Йорк, в Бахметевский архив, который, как я говорил, организационно является частью Колумбийского университета. Здесь на снимке вы видите так называемую Butler Library, библиотеку Батлера, и вот здесь, под самым потолком, на верхнем этаже, физически и расположен Бахметевский архив. Это второе по объему собрание русских эмигрантских материалов в Соединенных Штатах. Он был основан гораздо позже, чем Гуверовский архив, в 1951 году Борисом Бахметевым, который во время ОНА был послом России в Соединенных Штатах. Так что Гуверовский архив захватил, можно сказать, все самое вкусное, а Бахметеву досталось уже так, что не успел захватить Гувер, тем не менее, и здесь очень много всего интересного. Здесь есть всякие письма, дневники, мемуары, аудиозаписи, фотографии и другие документальные материалы. Всего 1500 коллекций и около миллиона 700 тысяч документов. Но важно то, что если в Гуверовском архиве, как я говорил, очень много вещей, которые никак не связаны с Россией, бывшим Советским Союзом, то Бахметевский архив конкретно сконцентрирован на русской истории. Там, насколько я помню, там есть что-то, и не связанное с Россией, но связанные с Россией, бывшим Советским Союзом материалы составляют хорошее большинство. Поэтому плотность, процент, если угодно, интересующих нас материалов здесь выше, чем Гувер. Здесь есть коллекции самого Бориса Бахметева, основателя архива, Алексея Гальденвейзера, кого интересует, кто интересовался периодом гражданской войны в Киеве, тот не может не знать эту фамилию, знаменитый киевский мемуарист, который очень хорошо описал 17-20 год Киеве, Антона Деникина, который в рекомендациях не нуждается, Петра Махрова, о котором я уже говорил, генерал-лейтенанта, который одно время был начальником штаба вооруженных силы России, Павла Милюкова, которого тоже, пожалуй, представлять не надо, Ивана Романовского, которого Махров сменил на посту начальника штаба вооруженных сил Юга России. Если кто, опять-таки, интересовался гражданской войной на Украине, то может помнить фамилию французского консула Энно. Слово «консул» я взял в кавычки, потому что он был самопровозглашенным консулом, как сейчас бы сказали. Так вот, в Бахметевском архиве есть мемуары его жены Евгении Энно, киевлянки, ну и опять-таки еще очень много чего другого. Коллекция Деникина, а точнее говоря, коллекция Антона Ивановича и Ксении Васильевны Деникиных, Ксении Васильевны супруга Антона Ивановича, которая после его кончины и упорядочила этот архив, и продала его, собственно, Бахметевскому архиву. Коллекция охватывает гораздо больше временной период, чем коллекция Врангеля с 1905 по 1970 год. Ну, Деникин и умер гораздо позже Врангеля, а Ксении Васильевна еще пережила его значительное число лет. Объем этой коллекции 90 коробок и приблизительно 20 тысяч документов. Там, опять-таки, есть документы, фотография, переписка, рукописи, ну, все, что может быть в личном архиве. Если, скажем, кого интересует конфликт Деникина с Врангелем, в результате которого последний сменил первого на поступок командующего, вот материалы об этом конфликте есть именно здесь. Именно здесь переписка Деникина с Врангелем. Я читал эту переписку, она производит интересное впечатление, такой интеллигентный тон, но, тем не менее, видно, что вот два человека чуть ли уже не прождует. Интересующиеся историей гражданской войны не могут не знать фундаментального пятитонного труда Деникина очерки русской смуты. Так вот, именно в Бахмедевском архиве хранятся рукописи очерков русской смуты и дополнительные материалы, то есть то, с чем Деникин непосредственно работал при написании этой рукописи. Некоторые объяснения к отдельным главам и так далее. В общем, для исследователей гражданской войны эти материалы, я бы сказал, бесцепны. Опять-таки, здесь есть онлайновая опись. Любой желающий может заказать это, будучи в архиве, но не сейчас, потому что в эпоху пандемии архив прямо конкретно сейчас закрыт для всех, кроме своих, кроме сотрудников университета. Ну, все это когда-то закончится, конечно. Коробки можно заказать, вам их приносят через 15 минут, если вы там находитесь. А выглядят эти коробки вот так, картонная коробка, в которой хранятся эти самые папки. Вот сверху коробка, снизу папка. При этом документы внутри самой папки вообще не подшиты. Для нас это, конечно, непривычно. Это подразумевает хорошую дисциплину пользователей, потому что пользователи должны, ну, не только, не дай бог, не украсть бумаги, но даже, скажем, и не переложить их между папками, что может нарушить порядок. Ну, как-то, в общем, пользователи понимают свою ответственность, и это все так работает. Опять-таки, непосредственно генеалогической или биографической информации здесь, конечно, мало, но попадается. Один пример из коллекции Деникина это биографический очерк, не знаю, честно говоря, кто его автор, вряд ли сам Деникин, но специалисты должны дать, об Иване Павловиче Романовском, генерале, известном деятеле Белого движения. Я его, собственно, уже упоминал, его коллекция здесь в Батмитовском архиве тоже есть, хотя она небольшая. Романовский был убит в Стамбуле при до сих пор не совсем до конца выясненных обстоятельствах, причем убит своим же соратником не совсем понятно, за что, но это отдельный разговор. И вот здесь есть биографический очерк, который, между прочим, подсказывает нам, что к источникам нужно относиться осторожно и критически. Как вы видите, здесь написано «Иван Павлович Романовский родился 15 апреля 1878 года». А вот здесь в заголовке у меня 1877 год. Это не опечатка. На самом деле не вызывает особо сомнений, что он родился в 1877 году, а опечатка или ошибка вот здесь, в коллекции Деникина. Так что будьте осторожны. Ну, конечно, для профессиональных генеалогов это совсем не новость, и мне вам об этом рассказывают, но вот это же и случается. А также в Бахметевском архиве есть интересная коллекция Петра Махрова, который, как я уже говорил, был начальником штаба вооруженных сил Юга России, сменив на этом посту вышеупомянутого генерала Романовского, который, Махров, опять-таки, не жил в Соединенных Штатах, но вот его коллекция попала в Нью-Йорк. Она охватывает еще более широкий период времени, начиная аж с 1841 года. Это какие-то семейные бумаги, документы из семьи Махрова и по уже почти наше время, по 61 год. Эта коллекция поменьше, объемом всего 10 коробок, 500 документов, но но из этих 500 документов есть очень ценная вещь, это воспоминания Махрова, мемуары общим объемом около 5,5 миллионов знаков. Миллион знаков это такая полновесная книга, фолиант, один том войны и мира Толстого это примерно 800 тысяч знаков. Значит, вот это 6-7 томов войны и мира. И в частности рассказывает он о событиях гражданской войны на Украине 1917-19 годов и дает, конечно, субъективную, но некоторую информацию, которой, пожалуй, нет нигде больше. Вот так выглядят эти тетради, обложки тетрадей Махрова. Основные два его труда мемуарного характера называются один развал русского фронта в 1917 году и немецкая оккупация Украины в 1918 году, а второй белой армии генерала Деникина. Это, собственно, отражает жизненный и военный путь самого Махрова, который в начале в 1917-18 годах отошел было от дел и осел в Полтаве, где вел, более или менее мирную жизнь, но потом из Полтавы через Одессу все-таки попал в белую армию, добровольческую армию вооруженные силы юга России генерала Деникина. Эти мемуары ценны в качестве, скажем так, источника контекста, то есть, если, например, кто из ваших предков жил, например, в той же Полтаве в том же 1918 году и вам интересно, что эти люди тогда испытывали, как выглядела жизнь, чего люди боялись, чему радовались и так далее и тому подобное. Очень интересные контекстуальные вещи по этому поводу вы найдете в мемуарах Махрова, среди прочих других, конечно. Махров также известен тем, точнее, его воспоминания характерны тем, что он подробно характеризует многих исторических деятелей периода гражданской войны и характеризует их как живых людей, не как памятники, а вот их личные черты, как они выглядели, что из себя представляли, потому что, естественно, с многими из этих деятелей он встречался лично. Скажем, здесь на иллюстрации, на картинке иллюстрировано один из разворотов мемуаров Махрова с подзаголовком «Петлюровские отаманы». Отаманы – это не моя ошибка, это украинизм, и Махров так и писал. Здесь один из пассажей посвящен украинскому деятелю времен гражданской войны, полковнику Болбачану. Так уж случилось в нашей истории, что мы как-то немножко осциллируем между крайностями. Если в советское время Петлюра и его соратники были классовыми идеологическими какими угодно врагами и их демонизировали, в современной украинской истории они, наоборот, герои, и, соответственно, из них лепят такие бронзовые иногда почти идеальные образы в виде памятников, то вот интересно посмотреть, где же, так сказать, золотая середина и кем эти люди были по жизни. Закончу свой рассказ с небольшой цитатой из Махрова, который говорит о полковнике Болбачане вот такими словами. Дело происходит в Полтаве. Я спросил у одного из зевак, в чем дело? Он мне ответил, что атаман Болбачан скоро выйдет. Я решил немного подождать, чтобы увидеть этого атамана. До сих пор я только слышал о нем от офицеров его знавших. О нем говорили, что он в русской армии был штабс-капитаном в одном из пехотных полков. Его знали как очень ловкого человека, всегда умевшего показать товар лицом и выслуживаться перед начальством. Через несколько минут открылись двери, из которых вышел маленького роста с немаленьким животом в синей поддевке и мерлужковой шапке с русой бородой вертлявый и жестикулирующий парень. Важно поговорив с окружавшей его свитой, он нырнул в автомобиль со своим адъютантом. Шофер почтительно закрыл за ним дверь и повез атамана к Харьковскому вокзалу. Вот таких вещей достаточно много, таких жизненных подробностей, деталей об известных, более или менее известных исторических деятелей довольно много в архивах белого движения в Соединенных Штатах. И в этом смысле с биографически констекстуальной точки зрения все это безусловно представляет интерес. Спасибо. Стефан, я просто забыла о времени, заслушалась вашей лекции, особенно 29 минут 45 секунд. Да, 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 вот как вы пунктуальны, спасибо большое, хорошо, что так емко рассказали, даже не будем вопросами вас забивать и некогда, огромное вам спасибо, было очень интересно. Если у кого есть вопросы, пишите, я доступен, я на фейсбуке, так что. Связи на фейсбуке, я смотрю, что тема заинтересовала, поэтому связывайтесь, он очень отзывчивый лектор, спасибо, прощаемся, Стефан. Спасибо вам.